Доклад, который подготовлен Московским бюро по правам человека, очень важен с той точки зрения, что, собственно говоря, он содержит очень серьезный фактологический мониторинговый материал. Мы сегодня все время говорим, что при огромном количестве экспертов мы не всегда наблюдаем за изменением ситуации. А ситуация в национальных отношениях и в конфессиональных отношениях, она очень эмоциональная, очень гибкая и очень быстро меняется. И поэтому нам нужно постоянно отслеживать ситуацию. И в этом смысле доклад восполняет очень серьезные пробевы, которые существуют. И очень важно, что он обращает внимание на какие-то новые явления. Вот мы сегодня говорили о новом национализме. Это и ксенофобия молодежи, это включение этнического фактора и конфессионального фактора в политические отношения. И это, в частности, проявляется на Северном Кавказе. И я, как эксперт по Северному Кавказу, рада тому, что в докладе большое внимание уделено северокавказской тематике, кавказской тематике. К сожалению, действительно, есть факты взаимной ксенофобии. К сожалению, эти факты есть и на самом Северном Кавказе. Тем более, этот доклад имеет высокую практикоприкладную значимость. И еще очень важно, что в этом докладе, помимо такого мониторингового тренда, есть практические рекомендации. Очень важно, что они адресованы как органам власти, так и институтам гражданского общества. Потому что не секрет, что многие общественные организации, в частности национально-культурной автономии, они в большей степени, конечно, сосредоточены по роду своих занятий на собственной этнической культуре. А сегодня, наверное, национально-культурные организации, национально-культурные автономии должны ставить перед собой более широкие и долгосрочные политические цели. Я бы даже так сказала. А цели это состоят в упрочении нашей единой гражданской платформы, нашего гражданского единства. И только через это мы можем сохранить полиэтничное разнообразие России. И в этом смысле, мне кажется, доклад акцентирует очень правильные духовные скрепы, о которых говорит и президент Российской Федерации. И в этом смысле он имеет и такой серьезный идейный пафос. Я этого слова тоже сейчас не боюсь.